Здравствуйте! В эфире новости Дагестана, в студии Патимат Каджиева и коротко о главном. 75 гениев со всей России приняли участие в Хакатоне, в Дзербенте. Махачкалинский ресторан Павлония высадил десятки саженцев в Павлоне по улице Петра Первого. Масштабный лезвийский маджлиц в преддверии месяца Рамадан собрал более 5000 человек. Подробнее через несколько минут. В Дзербенте прошел всероссийский хакатон IT-код. В нем приняли участие 150 программистов из разных уголков страны. Площадку конкурса посетил первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко. Подробнее в нашем сюжете. 75 часов участники из различных городов России непрерывно занимаются программированием. Перерывы предусмотрены только для приема пищи. IT-хакатон, если переводить на язык тех, кто родился до 1990 года, можно сказать, что это олимпиада для программистов. Только в форме экзамена в реальном времени. Главное в хакатоне – это создание нового и развитие. А сегодня точка, где создается новая и развивается инфраструктура – это Дзербент. Каждая команда IT-специалистов должна выполнить задания на различные темы. Туризм, образование, волонтерство. Главные задачи – создать мобильные приложения или найти интересные решения для стартапов. Тем более современная жизнь устроена так, что любому человеку необходимы цифровые навыки. Все больше и больше людей, которые находятся на рынке труда, их умение и личный набор навыков требует наличия обязательно цифровых навыков. Поэтому вне зависимости от того, в какой сфере человек живет и работает, туризма, IT-сферы, образования, промышленности, ему в любом случае нужны цифровые навыки. Общий призовой фонд Хакатона составляет 400 тысяч рублей. К тому же будут разыграны призы от спонсоров, а участники, проявившие себя особенно ярко, получат возможность стажироваться в крупных компаниях. Наталья Ханбабаева, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Дзербент. Определен лучший учитель года Дагестана. Гаджи Мирза Марданов, учитель общества знания, гимназии культуры мира города Дзербента, стал победителем республиканского этапа. В 2021 году за звание лучшего боролись 26 педагогов со всех уголков республики. Педагоги прошли три тура, провели открытые уроки, мастер-классы, демонстрировали на педагогическом совете свои лидерские качества и умение конструктивно решать задачи. Конкурсантов оценивало жюри, в состав которого входили заслуженные учителя России, почетные работники сферы образования и отличники народного просвещения. Я рекомендую всем, кто хочет понять, чего он стоит, чего он может и чему хочет поделиться, пусть идут в конкурс. Самое сложное – это перебороть свой страх. Призеры республиканского этапа награждены грамотами и денежными премиями. Победитель конкурса представит республику на всероссийском этапе. Сегодня, ровно 60 лет назад, Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе. Этот полет ознаменовал новую веху в развитии космической отрасли. Имя героя знает без преувеличения весь мир. В честь космонавта названы улицы, сорт цветов, лунный кратер и даже астероид. Его отвагу и выдержку ставили в пример новым поколениям. После Гагарина за пределами атмосферы побывали отважные смельчаки, среди которых и дагестанец Мусам Анаров. В 1987 году он совершил первый полет в космос, ставшим и первым полетом в космос для человека с Кавказа. Легендарный летчик-космонавт сегодня в день космонавтики встретился с макачкалинской молодежью. Увидеть героя и пообщаться с ним пришел полный зал. Всего Мусам Анаров пробыл на орбите 365 суток и 22 часа. Выходил несколько раз и в открытый космос. За свои заслуги Мусам Анаров получил высокое звание Героя Советского Союза. В этом году летчику-космонавту, полковнику Военно-воздушных сил России, исполнилось 70 лет. Мусам Анаров сделал обращение к подрастающему поколению и ответил на их вопросы. Он рассказал о своей юности, о работе инженером и о самом сложном отборе в отряд космонавтики. Встреча прошла в рамках проекта «Диалог с героями». Такие встречи направлены на возрождение традиции наставничества и популяризацию подвигов героев. Это праздник всемирный, день авиации и космонавтики. Человек вышел, оторвался от колыбели, от земли вышел в космическое пространство. Я думаю, что все люди перешли на новую ступень развития. Поэтому это всеобщий праздник. Я вас тоже с ним поздравляю. В Махачкале по улице Ломоносова, 10, произошел пожар. Огнем охвачены балкон и массарды 11-этажного дома. К месту происшествия направлены 12 единиц техники. Жильцы дома эвакуированы. Причины возгорания выясняются. Полицейские Сергокалинского района задержали подозреваемого в убийстве своего знакомого. Им оказался 44-летний житель села Аймаумахи. В ходе расследования было установлено, что во время распития спиртных напитков в местном доме культуры между знакомыми произошел конфликт. В результате чего мужчина нанес телесные повреждения собутыльнику. После этого 42-летний житель села Краснопартизанск потерял сознание. Примерно в полночь он скончался в больнице. В течение дня я когда заходил, следил, как он самочувствовал его, что-то, чтобы он в больнице побережал. Мы же к вечеру поняли, что ему это не улучшается. Лучше не стало. Лучше не становится, он в себя не приходит, не смогли его в себя перестать. Вызвали местного фельдшера, и фельдшер сказал, что лучше в больнице открыть. Зарядка с Росгвардией. В Кизляре военнослужащие отдельного батальона оперативного назначения провели спортивное мероприятие. Росгвардейцы продемонстрировали жителям комплекс несложных упражнений, который позволяет поддерживать хорошую физическую форму. Всего в акции приняли участие более 100 учащихся старших классов, студенты высших и средних учебных заведений города и члены молодежных общественных объединений. В течение нескольких часов Росгвардейцы вместе с молодежью выполнили различные упражнения. Ребята узнали о различных видах физподготовки и о тренировочном процессе сотрудников Росгвардии. Аллея на Петра I пополнилась с десятками саженцев. Коллектив ресторана Павлония решил сделать городу символический подарок – посадить душистые декоративные деревья Павлонии. Подробнее об экологической акции расскажет Патимат Ханапова. В родном городе посадить дерево – это очень здорово. В руках вместо привычных ножей и скалок – лопаты и лейки. Сотрудники ресторана Павлония решили сменить свое амплуа и внести вклад в облагораживание города. Они подарят столице Дагестана десятки саженцев. Сегодня мы командой Павлония решили выполнить одну из самых главных миссий, которая есть у каждого мужчины – это посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Дерево посадили, кто-то детей уже воспитывает. Дома тоже в процессе. Здесь, в аллее на Петра Первого, совсем скоро горожан будут радовать душистые и яркие павлонии. Это дерево известно тем, что цветет быстро, красочно и долго. По словам организаторов, акция по посадке саженцев будет продолжена, и эти прекрасные растения уже будут свести на нескольких улицах Махачкалы. Наши компании, Юсов Групп, объединяет улучшение людей, мировоззрение людей. Обучение людей, также улучшение нашего города, озеленение. Мы будем продолжать, будем объединять людей, будем показывать пример. Просто посадить саженцы недостаточно, говорят сотрудники ресторана. Они понимают, чтобы дерево порадовало своим цветением, необходим постоянный уход. Коллектив Павлонии обещает следить за всем циклом развития деревьев. Конечно, мы планируем в дальнейшем тоже проводить такие акции. Во-первых, увеличивать зеленые насаждения нашего города. И, во-вторых, то, что посадили, тоже поливать, обеспечивать их, чтобы они выросли, чтобы радовали наш глаз. У этой экологической акции, говорят владельцы ресторана, несколько функций. Сплотить коллектив, внести вклад в озеленение города и привлечь внимание других коммерческих компаний к проблеме. Организаторы надеются, что их примеру последуют многие предприниматели. На самом деле, акция очень крутая, потому что, если вы подниметесь высоко в небо и посмотрите на Махачкалу, она вообще не зеленая. Нету зеленых насаждений. И поэтому хотелось бы, чтобы вот такой же, скажем так, благой пример, какой сделала сегодня Павлония, вот такую же эстафету передали и другие предприниматели нашего города. И вместе сделали наш город более зеленым и комфортным для того, чтобы жить в нем. Путин Матханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Масштабный субботник, организованный МЧС Республики, прошел в прибрежной зоне Кайкенского района. Вместе с волонтерами сотрудники ведомства собирали мусор и посторонний предмет из береговых линий. В акции приняли участие 250 человек. Всего было собрано около полутора тысяч мешков мусора. Отметим, что мероприятия по расчистке мусора сотрудниками МЧС проводятся по прибрежной зоне регулярно. И работа в данном направлении будет продолжена. Ведомстве уверены, подобные акции способствуют поддержанию чистоты, порядка, развитию любви жителей Республики к окружающей природе. Именные деревья в память о героях высадили в Гунипском районе. Экологическую акцию провели сотрудники МВД по Республике Дагестан. Во главе с министром внутренних дел генерал-лейтенантом полиции Абдурашидом Магомедовым. Саженцы будут свести у памятника белой журавли на территории Парка Победы в селении Гунип. Такая акция – это дань памяти героев России, Советского Союза и социалистического труда. Также жителям района, погибшим в Великой Отечественной войне, и сотрудникам полиции, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Уважаемые гунипцы, милые дети, я рад вас всех приветствовать на этой великой земле. Вы знаете, вот сегодня мы открываем аллею героев. Вот это небольшой, вроде бы по размерам кусок земли, где проживает небольшое количество людей, дали нашей великой стране 12 героев. Мы посадили еле в память о 1340 гунипцах, которые не вернулись с полей боя в Великой Отечественной войне. Мы посадили дерево в честь наших сотрудников погибших. К сожалению, в мирное время 762 человека потеряли. Это целый полк. Вы понимаете, как дорога была цена того спокойствия и той жизни, в которой мы сейчас здесь живем. Одолевает гордость за гунипский район и за всех тех, через которых мы посадили эти деревья. Спасибо вам всем. Напомним, что в апреле 2019 года стражи порядка посадили 250 деревьев. А в 2017 году облагородили участок у автодороги между Махачкалой и аэропортом, посадив более 300 саженцев. Накануне в строящемся духовном центре имени пророка Исы прошел масштабный лизгинский маджлис. На мероприятие пришли свыше 5000 человек. Встреча была посвящена наступающему священному месяцу Рамадан. С приветственным словом выступили политические, общественные и религиозные деятели, а также известные спортсмены. Организаторы мероприятия подготовили обширную программу. В ней выступили исполнители нашидов, были разыграны подарки для детей и взрослых, а также путевка на Малый Хадж. Я с большим удовлетворением принял сегодня участие в большом, хорошем, богоугодном мероприятии в нашем маджлисе. Вообще, такого рода мероприятия очень важны в моем представлении. Они служат единению, повышению духовности, нравственности, чего порой нам не хватает. Как в своей жизни посланник Аллаха, Александр, объединял всех людей, так можно сказать, и духовный центр тоже этот сегодня объединяет всех. Все народы, все национальности сюда приходят, и лезгийский народ тоже не стал исключением сегодня объединялся здесь для этого мероприятия. Мы ждем тебя Рамадан! С таким лозунгом в Ахтынском районе прошло праздничное мероприятие. Для женщин и детей звучали стихи и нашиды, а также демонстрировались поучительные постановки. Самым маленьким зрителям аниматоры устроили развлекательные игры, а взрослым – викторину с подарками. Организатором выступил Муфтеатр Республики. Я желаю вам, дорогие мои сестры, искренности вместе с Рамадан, улучшения нравственных качеств и дай Аллах, чтобы этот пост наш был принят Всевышним Аллахом. Дагестанские вольники выиграли 16 медалей и разные пробы на молодежном первенстве России. Соревнования накануне завершились в Иркутске. В течение четырех дней спортсмены в возрасте до 21 года определяли сильнейших в 10 весовых категориях. На кону, помимо медалей, дипломов и денежных премий, стояли путевки на первенство мира и Европы. Так, дагестанцам удалось завоевать два золота. Лучшим в своих категориях стали воспитанники Вахачкаринской спортшколы имени Гамида Гамидова, Рамазан Багаудинов и Шамиль Мамедов. Также в копилке республиканской команды есть шесть серебряных и восемь бронзовых наград. На этом у меня все. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова